Дай почитать. Так вот, серия про веселых и свободных кроликов – как раз та книга, которая поможет ребенку стать читателем и начать свой долгий путь по страницам мировой литературы. Но эти истории и для любителей очаровательных, умных, находчивых и пушистых кроликов, и для тех, кто уже давно вырос из сказок, но продолжает верить в чудеса и любит посмеяться, а еще, чтобы все сюжеты на свете заканчивались радостно и счастливо. Автор серии книг о свободных кроликах – Джорджи Адамс, детская писательница, журналист и редактор, работавшая и в Великобритании, и в Австралии. В ее творческом портфолио 70 книг, но именно «Свободные кролики» очень популярны и прижились в России. Всего издано и переведено 12 книг, среди которых «Сбежавший поросенок», «Утиные гонки», «Динозавры в кукурузе» и другие. Я стала обладателем пока трех веселых историй, которые прочитала с интересом, ощутив совсем забытый аромат детства. Это «Шумные вороны», «Огненный дракон» и «Золотое яйцо». Все книги этой серии начинаются с генеалогического дерева семейства «Длинные уши» и «Серебристая шкурка» – прапрадедушек и прапрабабушек. Но наши герои – это семейство папы Барли и мамы Меллу, их очаровательных малышей. Дальше дается информация из семейного архива, и мы узнаем все о характере и внешности веселых кроликов. Например, Брамбл носит полосатый шарфик, у него блестящая угольно-черная шкурка, характер бесстрашный, он авантюрист, обожает командовать, а его любимая фраза – верткие червяки. А Берри носит курточку, у него ржевато-коришневая шкурка, белые лапки, хвостик и брюшко. Он веселый и часто попадает в неприятности. Любимое высказывание – мохнатые гусеницы. Есть еще Брейкен и Ферн, но всеобщая любимица – Уишер. Серебристо-белая девочка-крольчонок. У нее чудесные розовые ушки и на шее симпатичная косынка. Она спокойная и заботливая, но все время попадает в какие-то истории, а все потому, что у нее особый дар, о котором она не любит говорить. Перед тем, как случается что-то необычное, у нее чешутся ушки, и она слышит загадочные стихи, например, в «Шумных воронах». Блинкера – детеныш цел и невредим, он в большом туннеле, все прекрасно с ним. Или в огненном драконе – ветки трещат, огонь несется, ищите дракона, и Ферн найдется. А еще всегда есть карта долины реки Журчалки, где все места действия видны прекрасно. От железнодорожной станции глубокой норы до заброшенного туннеля и фермы – хорошая погода. Прелестные карандашные рисунки и веселые истории о свободных кроликах Джорджи Адамс. До новых встреч!